Сколько придется заплатить за просроченный безвизовый режим в Турции? Сегодня видео об этом. Ты на канале Turki Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! В жизни бывают всякие непредвиденные обстоятельства, которые не получается предвосхитить. И порой бывает, что закон нарушаешь не потому, что вот такой злостный нарушитель, а потому что это было меньшим злом, чем второй путь. А сейчас времена настали сложные, и люди в страхе за свою жизнь приезжают туда, куда пустили, без какого-либо плана, а что дальше? И им далеко не всегда хватает времени, отведенного безвизовым режимом страны, на разработку дальнейших действий. А нарушение срока пребывания в той или иной стране всегда ведет к штрафу или запретам на выезд. Мы расскажем, чем грозит нарушение срока пребывания в Турции. Нарушение срока пребывания начинается со следующего дня окончания визы или срока без виза. Например, если виза до 21 числа, то нарушение считается с 22 числа. Или если без виз заканчивается 21, то нарушение с 22 числа. Если ты нарушил визовый режим и в аэропорту оплатил штраф, и сразу выехал из Турции в любую другую страну, кроме Северного Кипра, запрет на дальнейший въезд в Турцию наложен не будет. Если визовый режим нарушен до 10 дней просрочки, то в аэропорту накладывается штраф. Нужно его сразу же оплатить там же в аэропорту, в отдельной кассе и выехать из страны. Но здесь появляется возможность въехать в страну обратно в тот же день, при условии, что ты подпишешь бумаге о том, что обязуешься подать документы на оформление любого вида ВСЖ в течение 10 дней. Если этого так и не будет сделано, то тогда, помимо штрафа, будет наложен запрет на определенный срок при выезде из страны. Если при нарушении срока пребывания в стране штраф на месте в аэропорту не был оплачен, то накладывается запрет на въезд до момента оплаты штрафа. При повторном нарушении визового режима, в том числе, если ты обязался подать документы на ВНЖ, но не сделал этого, помимо штрафа налагается запрет на въезд в страну в зависимости от срока просрочки пребывания в Турции. Обычно это происходит по следующей схеме. За просрочку до 3 месяцев запрет накладывается на 3 месяца. За просрочку от 3 до 6 месяцев запрет на 3-6 месяцев. От 6 месяцев до 1 года запрет на 1 год, ну и так далее. Максимальный срок запрета на 5 лет. Но очень часто бывает так, что таким иностранцам, которые повторно нарушают закон пребывания в Турции, не мелочатся и запрещают въезд сразу на 5 лет, не обращая внимания на количество просроченных месяцев. Самый интересный момент – это суммы штрафа. На сайте Министерства юстиции такой информации нет. Они лишь пишут о том, что сумму штрафа определяют пограничные службы в аэропорту. Но мы прошерстили весь интернет и вывели примерные цифры, чтобы было хотя бы на что ориентироваться. Существует некая формула подсчета штрафа. То есть первый месяц просрочки в долларах плюс сумма за остальные месяцы в долларах плюс стоимость визы и плюс 160 лир. Для каждой страны установлена фиксированная сумма в долларах за первый месяц просрочки и за последующие. Для всех стран цены свои. Давайте рассмотрим пример. Предположим, что ты из России. Срок разрешенного пребывания в Турции владельцем российского паспорта 60 плюс 30 дней. Плюс 30 дней – это означает, что ты через 60 дней непрерывного пребывания в Турции выехал в любую соседнюю страну и тут же въехал. Называется это виза ран. Таким образом, тебе дается еще плюс 30 дней к тем 60. А ты вот, например, вместо такого 90-дневного пребывания прожил в Турции, ну, например, еще 90 дней. Получается, нелегально ты прожил 90 дней. Для России цена первого месяца составляет 14 долларов. Первый месяц просрочки. Последующие месяцы по 3 доллара. Цена визы 0 рублей. Таким образом, получается 14 долларов плюс 6 долларов. Это второй, третий мы складываем по 3, получается 6. И плюс 160 лир. Таким образом, получается, что 20 долларов и 160 лир за 3 месяца просрочки на одного человека. С детей также взимается штраф. Ребенок считается ребенком, если не исполнилось еще 18 лет. Сумма штрафа составляет половину стоимости за одного взрослого. Но если ребенку исполнилось 18 лет за время пребывания в Турции, то на момент прохождения пограничного контроля штраф взимается уже как со взрослого человека. Почти у всех стран цена за первый месяц просрочки составляет 50 долларов. А за последующие 10 долларов. Кроме Беларуси, граждане этой страны должны заплатить 18 долларов за первый месяц и по 5 за последующие. И еще Ирак 10 и 1 доллар соответственно. Ну это как раз к первой стране про Россию, потому что мы премьер уже привели. Вот этим трем странам делают вот такие большие скидки. А вот у граждан Туркменистана сумма фиксированная. И вот мы смогли найти данные по состоянию на 2016 год, а дальше страна как будто бы исчезла. Так вот в 2016 году это стоило 500 лир. Возможно, у них отменили штрафы совсем. Мы не знаем, но страна так-то сильно специфическая. Там же все секретно. Может и такие эти данные засекретили. Ну а стоимость визы для своей страны обычно каждый знает. Ну а если нет, то информацию можно найти прямо вот здесь. Чтобы оплатить штраф, необходимо прибыть в аэропорт за билетом до своей страны. И обратиться к полицейскому, который составит протокол. Посчитает сумму штрафа и дальше направит в кассу. Там оплачиваешь штраф, получаешь квитанцию, которую нужно предъявить пограничной службе. Имей в виду, штраф можно оплатить только турецкими лирами и только наличными. Никакую другую валюту не берут. И оплата карты тоже невозможна. Поэтому вопрос у нас все. Хочется дать совет. Лучше не нарушать закон о пребывании, отведенной страной. Но не думаю, что люди это делают умышленно. Хотя, может я слишком хорошо думаю о людях. Да что ты, черт побери, такое несешь? Подпишись на наш канал, чтобы нас становилось больше. Ставь палец вверх, чтобы видео чаще показывалось алгоритмами ютуба. Свои вопросы и замечания пиши в комментариях. А еще под видео указана наша почта, куда ты можешь прислать свой анонимный вопрос или свою историю. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok